Шесть лет назад, на закате славы первой PlayStation, компания 3Ace создала невероятно красивую и неординарную RPG, отличающуюся от коллег по цеху практически всем, от сюжета и его представления до управления характеристиками персонажей и боевой системы. Valkyrie Profile и до сих пор считается одной из лучших представительниц GRPG, а также эталоном инноваций в консервативном жанре. Прошли годы. Пришел черед PlayStation 2 уступать трон консолям нового поколения, и уход ее знаменуется появлением второй части нордической саги от 3Ace. Valkyrie Profile 2 Сильмерия собрала в себя лучшее от предшественницы, представ перед нами в такой красоте, на какую только способна старушка PS2. Valkyrie Profile 2 сделала несколько шагов в сторону традиций. Так, благодаря сюжетным перипетиям, бывшая Valkyrie Сильмерия ныне заключена в человеческое тело и, следовательно, лишена своих божественных сил. Так что свободно летать над Мидгардом в поисках героев не придется. На смену набору зарисовок пришла целостная сюжетная линия. Это для нас означает обилие красивейших сюжетных сценок и диалогов с участием ключевых персонажей, чего первой части сильно недоставало. Однако целостность сюжета отнюдь не означает полную линейность игры. В своих путешествиях разжалованная Valkyrie вполне может заглянуть в необязательные подземелья, дабы выполнить побочные задания. Ведь божественной помощи больше ждать не приходится, и на экипировку команды приходится тратить настоящие деньги. А поскольку именно от снаряжения зависит доступность новых способностей персонажей, готовьтесь уделять ему много внимания. Действие игры происходит в городах и подземельях Мидгарда. По воссозданным в полном 3D красивейшим локациям передвигаться можно, как и в первой части, лишь в одной плоскости. В подземельях, если вовремя заметите монстров, можно попытаться их заморозить, чтобы избежать битвы. А можно по старинке обнажить меч и вступить в ближний бой. Боевая система в Сильмерии претерпела видимые изменения. Отныне состоящая из четырех героев команда вольна передвигаться по арене во всех трех измерениях. У каждого противника есть своя зона атаки, попадание в которую стоит избегать. Когда же сам враг оказывается вблизи команды игрока, можно начать собственное нападение. Оно проходит по принципу, сформулированному еще в первой части. За атаку каждого героя отвечает соответствующая ему кнопка. И если грамотной последовательностью атак удастся заполнить находящуюся в нижней части экрана шкалу, то персонажи смогут провести мощнейшие суперприемы. Также у врагов по-разному уязвимы различные части тела. К примеру, отрубив иному гоблину руку, лишим его дистанционной атаки. А подбросив его в воздух, просто запинаем до смерти. Постоянно дубасить противников, однако, не удастся. У команды игрока есть отныне специальная шкала, за счет которой и проводятся атаки. Восстановить ее можно или беготню по полю, или убиением противников, или же подставившись-таки под вражеский удар. Готовая похвастаться интересным сюжетом, запоминающимися персонажами, красивейшей графикой и глубокой боевой системой, Valkyrie Profile Selmeria непременно станет одной из лучших игр этой осени. Гарантирую.